Кремль Кремль С отчетом Центрального комитета и докладом о программе партии выступил первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Ленинскими мыслями, ленинскими идеями пронизано каждое слово новой программы. Во имя человека. Для блага человека строим мы коммунизм. В нем все. Думы, чаяния, надежды народов. И великая партия Ленина вдохновенно воплотила их в план строительства светлого будущего, в план создания коммунистического общества в нашей стране. Всем людям всей земли несет коммунизм мир и труд, свободу и равенство, братство и счастье. Советским людям близко и дорого все, о чем говорилось в Кремле на съезде. О том, как проходила его работа, о его исторических решениях, рассказал рабочим Онежского тракторного завода, заведующий отделом областного комитета партии Мартын. Все выступавшие на этом митинге, рабочие, инженеры, служащие завода, говорили о том, что они горячо одобряют решение 22-го съезда родной коммунистической партии. Коллектив Онежцев дал слово. Трудиться еще упорнее, еще лучше. Будем трудиться так, как учит программа партии, решил коллектив Кондопожского целлюлезно-бумажного комбината. Сейчас здесь осваивается новая техника. Сеточник Евгений Кольцов и его товарищи работают на пятой бумагоделательной машине, которая лишь недавно вступила в строй. Машина эта сложная, трудная. Нелегко было справиться с ней молодому коммунисту Евгению Кольцову и старшему сеточнику Вениамину Васильевичу Егорову. Еще бы! Ведь с такой скоростью не работает ни один бумагоделательный агрегат в нашей стране. 620 метров. Больше, чем полкилометра за одну минуту. Новая машина достигла проектной мощности в те дни, когда в Москве работал 22-й съезд партии. Она будет давать стране 52 тысячи тонн бумаги в год. Хороший подарок съезду партии подготовил коллектив Онежского тракторного завода. Закончены первые испытания мощного колесного тягача Т-210. Новая машина может пройти по любым дорогам и даже там, где нет дорог. Начальник испытательной станции Серафим Александрович Тютрюмов и один из конструкторов Михаил Ефимович Кристаль довольны этим рейсом. Тягач прошел с высокой скоростью. Вывез с делянки около 55 кубометров древесины. Новая машина может перевозить лес на большие расстояния. Для этого достаточно заменить щит специальным прицепом. Ну а что касается погрузки, то вы сейчас убедитесь, что и для этой операции тягач имеет специальное оборудование самопогрузчик. В этих испытаниях участвовали ведущий конструктор Анатолий Иванович Подковырин и инженер Владимир Иосифович Гоффман. На тягач было погружено 56 кубометров леса. И все-таки его скорость превысила 30 километров в час. Лесозаготовители страны ждут такие машины. Много островов на Онежском озере. Но, пожалуй, сейчас чаще других вспоминают карельские рыбаки тот из них, который зовется Сал-островом. Здесь в дни осенней путины лучше всего ловится рябушка. Бригада Василия Петровича Красильникова сумела завершить план лова уже накануне октябрьских праздников. Теперь рыбакам надо выполнить свои повышенные обязательства. Добыть еще более 30 тонн рыбы. Эту осень не назовешь удачной. Она запоздала. Погода стоит неустойчивая. Но хороший рыбак не будет кивать на погоду. Она не помешала намного перевыполнить план одной из передовых бригад, которой руководит Иван Андреевич Песнин. Вместо 31 тонны уже выловлено 39, да и впереди еще немало времени. Более 400 тонн рыбы будет добыта в этом году у берегов Сал-острова. 22-му съезду партии посвятили свою выставку художники, графики и скульпторы Карелии. В залах музея новой работы Юнтанина. Свежий снег. Земля и труд. Рыбацкий причал. Восход солнца так назвала свою картину художник Авдышева. А это ее полотно улица Куйбышева. Посетители выставки познакомились с картиной Пеховой Ялгуба. С новым натюрмортом художницы Игнатьевой. С работами скульптора Лео Ланкинина, строитель. Гвинейская девушка. На выставке широко представлены произведения графики. Приморский пейзаж, инопромысел, работы Львовича. Афорты художника Стронко, поморская девочка. Кандалакша, торговый порт. О людях и природе Карелии рассказывают произведения художников республики. Величественные планы наметил 22-й съезд нашей партии. Мы строим коммунизм. Мы выполним заветы октября. С такими мыслями, с такими чувствами встречали в Карелии 44-ю годовщину Великой Октябрьской революции. В первых колоннах демонстрантов молодость республики. Молодость всегда мечтает. И, пожалуй, самая дерзновенная мечта стать такими, как Юрий Гагарин и Герман Ситов. Больших трудовых успехов добились в канун октябрьских праздников люди Карелии. На Онежском заводе пущен в серийное производство новый трактор. На домостроительном комбинате работает новый цех. Слюдяная фабрика дала на сотни тысяч рублей сверхплановой продукции. И так всюду, по всей республике. По главе с Никитой Сергеевичем Крущевым. Ура! По традиции праздничное шествие в Петрозаводске завершают физкультурники Карелии. Молодым, сильным, мужественным им строить коммунизм, им жить при коммунизме. С именем Ленина в сердце. По ленинскому пути уверенно идет советский народ. Перед нами грандиозная программа труда, борьбы и побед. И эта программа будет выполнена по рукой тому наша родная коммунистическая партия. Продолжение следует... ... Продолжение следует...